Как известно, экономика любой страны измеряется в загадочном индикаторе под названием «валовой внутренний продукт». Когда он растёт, финансовое здоровье страны хорошее. Застой прорывов не сулит. Но самое печальное – падение ВВП. Правда, нашу страну такая участь пока миновала. Литва – одна из лидеров ЕС по росту. В Европе в целом как раз застой. В 2016 году валовый внутренний продукт Литвы составил свыше 38,5 миллиардов евро. В сравнении с 2015 годом реальный прирост составил 2,3%. Повод для оптимизма без сомнений есть. Хотя в начале прошлого года экономисты были смелее и прогнозировали гораздо лучшие цифры. Всему виной сельское хозяйство и строительство, которое, говорят эксперты, подкачало, что не помешало построить рекордное за шесть лет количество домов. Не радовали продажи за рубеж. Импорт сузился на полтора процента. Зато цены на продукты жили своей, отдельной от экономической логики жизнью. «Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 3,7%. Услуги транспорта – на 3,1%. Алкоголь и табачные изделия – на 3,8%. Услуги гостиниц, ресторанов и кафе подорожали на 6,2%. Цены всех три услуг, как оказалось, повышаются ежегодно, начиная с 2011 года. Как будто никакого кризиса 2009 года и в помине не было. Ожидание самих жителей, как всегда, разделилось. Я думаю, будет улучшаться. Моё положение ухудшится. Я ухожу на пенсию. А в Литве, надеюсь, улучшится. Тогда и пенсионерам добавят. Но всё равно это будут копейки». «Даже не представляю». «Если люди не будут смотреть сериалы, а будут работать, то, думаю, улучшится». После введения евро, говорят эксперты, рост кое-где аж на четверть. Например, в аренде жилья. На двузначный процент подорожали ценники в ресторанах, кафе, гостиницах. Заметный рост цен на обучение, лекарства и другие категории услуг, товаров и продуктов. Ну а зарплата в среднем подросла чуть выше, чем на 8%. Андрей Танин, Аудрис Андреяускас, Первый Балтийский канал.